Ребята, всем привет! Меня зовут Серёжа и с вами на связи CoreGivesMD. Сегодня по многочисленным запросам я решил записать гайпанке. Очень много вопросов по тому, как работает эта программа, как её устанавливать, зачем она вообще нужна, как повторять эти карточки, как создавать свои карточки, нужно ли создавать свои карточки, в принципе, как работает вообще механизм интервального повторения, как работает эта программа, какие существуют готовые колоды и как ими пользоваться. Значит, этот гайд я записываю в дополнение к нашему большому гайду по тому, как готовится QSML Step 1. Поэтому, если у вас будет время, обязательно прочитайте еще большой гайд, полный по подготовке к первому степу. Сегодня я постараюсь минут за 30-45 уложиться и максимально выдать огромное количество информации, но не сильно углубляться в детали. Соответственно, все, что я рассказываю, я обычно рассказываю на менторских встречах, и мы с ребятами постоянно прорабатываем все моменты. То есть, например, Anki, эта программа такая, знаете, с ней нужно найти общий язык. Вот, довольно-таки индивидуальная программа, потому что не всем она подходит. Далее, поэтому все, что я скажу, ребята, это какие-то общие советы, общие рекомендации, их необязательно вообще просто следовать абсолютно моим советам, потому что у всех разный стиль обучения, все занимаются по-разному, поэтому пока вы сами не попробуете, вы не поймете. Значит, все ссылки, которые я сегодня буду показывать, я подгружу на YouTube, они будут под видео. Вот, поэтому если вы смотрите на YouTube, спасибо вам большое, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, это нас мотивирует делать еще больше видео и рассказывать вам, делиться в свободном доступе всей информацией, что мы знаем, чтобы вы могли сдать этот экзамен. Вот. Итак, значит, в целом, смотрите, подготовку к степ 1. Видите, вот здесь вот test result, test. И, соответственно, для того, чтобы получить этот test, я придумал аналогию с такой табуреткой. То есть, у табуретки, у которой три ножки, да, три ножки. Первая ножка – это теория, вторая ножка – это повторение, третья – это практика. Соответственно, мы изучаем теорию, мы эту теорию должны повторять, чтобы она у нас не забывалась, и мы должны практиковаться в этой теории, то есть, соответственно, решать тесты. Вот. И если одна из этих ножек будет поломана, то есть, она будет не работать, то есть, мы упускаем какой-то из этих этапов, то наша табуретка, она не будет работать, соответственно, не функционирует, и мы не получим вот этот заветный паз, который мы хотим. Поэтому в вашей подготовке вы должны стараться все эти три элемента ежедневно выполнять, да? То есть, изучать новую теорию, повторять эту теорию и практиковаться. Вот. Поэтому сегодня мы поговорим с вами про повторение материала, да, то, как повторять материал. И это очень важный аспект, да, потому что только что я рассказал вам такой пример. И помимо этого, помимо этих трех ножек, есть еще другие моменты, как они уже такие более дополнительные, но тоже очень важные. То есть, это акцент на материале, вы должны понимать, что важно для этого экзамена, что не так важно для этого экзамена. То есть, что чаще всего спрашивают, что реже всего спрашивают на экзамене, да? Это умение решать тесты, это тест-стратегия. Более подробно про это мы рассказываем в нашем гайде. Но я считаю, что половина, наверное, результата на экзамене, что на первом степе, что на втором степе, она зависит от того, умеете ли вы решать тесты или нет. Вот. Очень важно. Это анализ своей подготовки, понимание своих слабых мест. То есть, здесь вы должны пользоваться своими сильными сторонами, сторонами, да? Вы должны понимать ваши слабые стороны и должны над ними работать, да? Потому что на экзамене могут быть разные вопросы, могут быть разные ситуации. И при подготовке, если вам не нравится какая-то тема, то вам нужно все-таки в ней разобраться, да? И хорошо ее выучить, потому что могут попасться вопросы по этой теме. Ну, или, в принципе, например, моя там сильная сторона, я могу долго сидеть. Да, я довольно-таки трудолюбивый человек, могу сидеть там по 6 часов заниматься. Вот. Но память у меня там не такая хорошая, поэтому я эту память компенсировал огромным количеством практики и повторениям. Поэтому иногда на подготовку нужно смотреть со стороны. Ну, и уверенность в себе и тестовый день тоже более подробно. Это очень важно. То, как пройдет тестовый день, тоже плюс-минус, я бы сказал, 10-15% вашего результата зависит именно от этого. Поэтому более подробно про это мы расскажем в нашем гайде. Вот. Значит, сегодня мы фокусируемся на повторении о том, как важно повторять карточки, да, как пользоваться этой программой, потому что Анки – это программа, направленная на повторение материала. Дальше. Значит, вот эта книга First Aid, да? По сути дела, наша задача, это самая главная книга для подготовки, наша задача – ее прочитать хотя бы один раз, разобраться в ней, понять эту книгу. Значит, есть такое вот, надо ли учить всю эту книгу наизусть. Да, я считаю, что эту книгу не надо учить наизусть, да, потому что это будет очень избыточно. Словно говоря, если вы на экзамене набираете там больше 70 верных ответов, да, это две трети, то вы задаете экзамен. Вот. Соответственно, нужно ли знать всю книгу наизусть, все факты, которые есть? Во-первых, это, скорее всего, невозможно. И, во-вторых, из-за того, что вам нужно набрать не 100%, а достаточно 70%, да, и вам нужно сфокусироваться именно на том, что чаще всего спрашивают в процентном соотношении. В гайде более подробно про это я написал. И тут к этому вашему проценту, да, две трети материала, мы еще можем сложить ваше умение решать тесты, да, потому что умение решать тесты – это очень важно, от него зависит очень много, и это может быть вашей сильной стороной. Поэтому не теряйте свою голову, не надо учить все наизусть, да, я думаю, что первый раз, когда вы читаете книгу, нужно ее читать так, в спокойном темпе, ну, что-то не поняли, разобрались, ну, не надо сидеть, учить все подряд, все, что вы там видите. Если мы с вами что-то выучили, да, например, первую тему, не знаю, там, анатомия сердца, да, мы ее изучили, и в текущий момент мы, например, помним там 100% информации, вот только что изучили, в принципе, все помним, да, все здорово. И, видите, когда проходит время, да, чем больше проходит времени, тем меньше материал, то есть если здесь было 100%, да, то теперь меньше материал остается, и мы забываем этот материал, то есть уже через, там, несколько дней мы будем помнить, условно говоря, 10% от этого материала, да. Есть такая интересная статистика, что студенты медицинских вузов за 2-3 года обучения забывают, в принципе, половину материала, который они изучали. Поэтому повторение материала – это очень важный ключ к тому, чтобы удерживать информацию в голове. И видите, что вот эти интервалы, то есть мы что-то изучили, вот эти кривые опускаются, но мы не даем опуститься в данный момент, мы берем и повторяем материал. Да, потом кривая такая, блин, опять надо опуститься, она опять опускается. Вот, она опять опускается, мы такие, бам, мы тебе не даем опуститься, мы опять повторяем этот материал. Вот, и этот материал, да, из нового материала, он становится более знакомым материалом, потому что мы его повторяем через определенные промежутки времени, при том, что вы видите, что вот эти промежутки времени, они увеличиваются. То есть нам не нужно каждый день повторять материал сегодня-завтра-послезавтра-послезавтра-послезавтра-послезавтра. То есть программа, по сути дела, сама вам помогает рассчитать промежутки, когда вам нужно повторять материал. Что такое, в принципе, флеш-карты, да, и, ну, то есть на чем это основано. То есть, видите, вот эта книга First State, ну, тут примерно, не знаю, может быть, от 25 до 45 тысяч фактов. То есть мы можем взять эту книгу и вот так вот распилить на огромное количество вот этих маленьких фактов, маленьких карточек. Да, вот, например, вы видите здесь карточки, ну, тут довольно-таки большая карточка. Например, вот первый факт, да, например, гистоплазма эндемична, да, в каком регионе? Это вопрос, да, в этой карточке. То есть мы смотрим фронт, да, это вопрос, мы вспоминаем и возникает ответ, да, то есть вспоминаем и переворачиваем эту карточку, появляется ответ, да, в ответе мы видим на Western and Central US, да, то есть вот этот зеленый регион, там эндемична гистоплазма. Соответственно, в самом простом варианте это может быть просто, типа, бумага, да, то есть вот с этой стороны может быть вопрос, с этой стороны может быть ответ. Но вы понимаете, что на бумагу мы не можем с вами ни в картинки вставить, да, ни скопировать текст, то есть его приходится вручную прописывать. Вероятность того, что эти бумаги загадятся и куда-то потеряются, очень высокие. По бумаге мы не можем с вами понять интервалы, да, то есть мы можем, то есть в чем смысл, да, по сути дела вот есть пять коробочек, да, вот сегодня первая коробочка, мы сегодня выучили с вами материал, и мы его начинаем интервально повторять, то есть мы первый раз повторили, переложили во вторую коробочку, потом третья коробочка, интервалы, соответственно, увеличиваются. Если, например, на третье повторение этого факта мы понимаем, что, блин, мы все-таки его забыли, тогда эта карточка из третьей коробочки перемещается обратно в первую коробочку. И с бумагой это проделать крайне тяжело, потому что помнить всю эту организацию и просчитывать интервалы крайне тяжело. Проще всего пользоваться программой, в которой уже все готово. То есть программа сама будет вам говорить эти интервалы. И очень важно, знаете, что я даже хочу сказать, что, например, важно еще делать карточки по своим вопросам, по своим ошибкам. То есть вы ликвидируете свои слабые места, делаете карточки по ошибкам. И здесь дело в том, что программа, например, мы возьмем кардиологию. В кардиологии, например, тысяча фактов. И из этих тысячи фактов вы прекрасно знаете 900 фактов. И вот эта программа Анки, она вам помогает выделить те карточки, которые вы знаете плохо, выделить те факты, которые вы будете знать плохо. И хорошие карточки быстренько перейдут в пятую коробочку. А вот факты, которые прям очень тяжелые, которые вы плохо запоминаете, они уже, соответственно, постоянно, программа будет вам постоянно их показывать, постоянно их выдавать, чтобы вы их повторяли. Вот, поэтому давайте я покажу сейчас, как установить эту программу. Тут есть, в принципе, QR-код, но я сейчас сделаю демонстрацию просто экрана. И вы просто посмотрите. Мы с вами заходим в браузер. Здесь есть, пишем в гугле, AnkiWeb Download. И вот нам вылезает первая ссылка. Anki Powerful. Переходим по этой ссылке. И, по сути дела, нажимаем кнопку скачать. И вам предлагают различные версии, вы скачиваете. Здесь никаких проблем нет. Я думаю, в принципе, все понятно, вы справитесь. Если у вас старая версия, я помню, мы устанавливали на Windows 7. Там, конечно, немножко потяжелее, но все установить реально. То есть можно и на старую версию устанавливать. В чем особенность? Давайте расскажу, где удобнее пользоваться программой. Я считаю, что лучше всего карточки делать на компьютере. То есть у вас должна быть клавиатура, вы должны быстро уметь делать скриншоты. С экрана. И на компьютере с помощью тачпада, мышки, клавиатуры это удобнее. На планшете тоже можно делать, но это не так может быть удобно. С телефоном удобно что? Что вы едете, например, в метро или куда-то едете, или стоите в очереди в магазине. Можете спокойно взять, открыть вашу программу и повторять эти карточки. При том, что прогресс, он будет синхронизироваться между телефоном и компьютером. И планшетом. То есть все устройства между собой связаны. И поэтому карточки очень... Ну, то есть, словно говоря, открывайте факты, и вот так вот стоите и повторяйте вот эти 30 карточек. Вы успели повторить, это уже хорошо. То есть вы не стоите просто так без дела. Повторяйте свои карточки. Но это когда я учился в университете, в метро, ездил постоянно, я щелкал эти карточки на своем телефоне. Поэтому здесь можно делать на всех устройствах. Но я считаю, что лучше всего и удобнее это делать на компьютере. Без разницы, Windows или Mac. Как вам удобно. Значит, в чем здесь особенность? Особенность в том, что если мы смотрим на iOS, то в App Store на компьютер, на ноутбук, бесплатно можно установить эту программу. Если мы говорим с вами про телефоны, смартфоны или планшеты, iPad или iPhone, то там приложение будет стоить 25 долларов. Я советую на самом деле его купить, потому что вы будете им пользоваться до резидентуры. То есть для сдачи первого, второго и третьего стыпа вам понадобится эта программа. На Android бесплатно приложение можно скачать. Вот AnkiDroid в Google. Play. Все бесплатно, все можно скачать и пользоваться. Значит, вы скачиваете программу, устанавливаете ее. По сути дела, там в целом ничего сложного. Я думаю, здесь вы можете разобраться. И что дальше мы делаем? Дальше мы с вами должны настроить эту программу. Значит, вот я открываю вам свой Anki. Значит, вы видите, вот моя программа Anki. У программы довольно-таки необычный интерфейс. Иногда он... Ну, это, наверное, одна из причин, почему Anki отпугивает многих людей, потому что у него очень странный интерфейс. Программа сделана очень давно, ей, мне кажется, уже лет 20. И да, ее обновляют, но интерфейс все равно у нее такой, не очень сказать, friendly. Значит, как работать? Вот вы установили программу, у вас вначале здесь ничего не будет. Значит, что вам нужно сделать? Вам нужно нажать кнопку «Создать колоду». Вы создаете колоду. Ну, я ее назову RX плюс Amboss плюс E-World. Значит, я ее создаю. Вот у меня. Давайте я эту старую ударю. Я создал колоду. И здесь появляется... Ну, вот вы первый раз установили. Тут ничего не будет. Нажимаете шестереночку. Нажимаете «Параметры». И здесь настройки нужно поставить вот как у меня на видео. Значит, вы, конечно, можете посмотреть большие видео о том, как... Ну, что все эти цифры значат. Вот. Я не буду вдаваться в детали. Я думаю, что на то, чтобы вот в этом разобраться, у вас может уйти там от 30 до 2 часов. От 30 минут до 2 часов. Новых карточек в день ставите 100. Максимум повторяемых в день 4 девятки. Дальше. Новые карточки. Здесь шаги изучаемых. 15M. Потом пробел. 1D, 3D. Интервал перевода 6 легких, 8. Порядок добавления случайный. Дальше. Шаги переучиваемых. Ну, здесь есть короткая информация. Что это значит? Ну, можно тоже почитать. В целом, это не я придумал эти настройки. То есть я их скомбинировал, когда готовился к этому видео. И гайду, и ребятам я это рассказывал. Поэтому эта информация проверена. Не переживайте. 20M1D, минимальный 3. Интервал 8. Только пометить. Здесь 180, галку здесь не надо ставить. Здесь галочки тоже не стоят, беленькие. Вот. И здесь видите интервалы вот эти вот, которые я говорю. Это ивальное повторение. И тут коэффициенты. Соответственно, коэффициенты это вот через какие интервалы повторять. Тут тоже ничего менять не надо. И нажимаете кнопку сохранить. Все. Дальше после этого, как вы это сделали. Нажимаете вот сюда Anki. Ну, на разных устройствах по-разному. Я сейчас для компьютера показываю. То же самое можно сделать для телефона и планшета. Ну, там немножко больше другой интерфейс. Но если покопаться, вы это найдете. Вот. В Anki нажимаете. Нажимаете настройки. Значит, здесь открывается вот такая панелька. Тут можно поменять язык и так далее. Но вы нажимаете кнопку расписания. Расписание. И вот здесь очень важно поменять. Показывать новые карточки после повторяемых. Изначально будет перемешивать новые повторяемые. Вам нужно показывать новые карточки после повторяемых. Нажимаете, нажимаете кнопку закрыть. Все. Базовую настройку мы провели. Дальше я очень советую поставить вот это вот приложение. Аддон. Он называется, чтобы вам показывало. Вот, например, видите. 11 мая я 4 карточки повторил. До 14 мая 40 карточек. И он здесь показывает, сколько карточек вы повторяете. И какая нагрузка будет потом в дальнейшем. Это бесплатный аддон. Вы заходите в кнопку инструмента. Нажимаете кнопку дополнения. И здесь, видите, он называется Review Hitmap. Для того, чтобы его скачать, вы нажимаете кнопку загрузить дополнение. И вот здесь нужно ввести код. Значит, что это за код? Вот здесь у меня есть сайт. Я ссылочку прикреплю. Называется Review Hitmap. Тут описание этого аддона, дополнение, что это такое. И, по сути дела, вот здесь есть код этого дополнения. Вот. Вы просто эту цифру, по сути дела, берете. Ну, и она вот здесь есть в браузер-стаке. Берете и вот сюда добавляете. И нажимаете кнопку ОК. И скачиваете аддон. Потом вы перезапускаете программу. И он устанавливается автоматически. Дальше. Что еще нужно сделать для полной установки программы? Для полной установки программы вам нужно нажать кнопку синхронизации. И здесь нужно создать учетную запись. Соответственно, как это работает? И в чем здесь смысл? Смотрите. Для того, чтобы вам пользоваться... Во-первых, если вдруг что-то произойдет не так, и у вас сломается компьютер. Да, не дай бог. Но вдруг это случится. И вы можете потерять весь у вас прогресс и все ваши карточки. Для того, чтобы ничего не потерять, вам нужно загрузить ваши данные в облако. То есть программа это делает автоматически. Вы, например, создали 100 своих карточек. Вы создаете вот здесь аккаунт. Ну, то есть тут все просто. Нажимаете кнопку создать, у вас регистрируетесь и регистрируетесь на этом портале AnkiWeb. Видите, здесь Bob, собака, example. Значит, когда вы создадите аккаунт, то ваши данные с вашего компьютера будут загружаться на сайт в облако. И данные будут бесплатно. Они бесплатно будут храниться в облаке. И если что-то произойдет с устройством, то вы можете пойти с другого устройства, войти в ваш аккаунт и скачать с облака вашу информацию. И через облако, то есть, например, я повторял карточки на телефоне, нажал кнопку синхронизации на телефоне. С телефона данные загрузились в облако. Я пришел домой. Хочу продолжить с того места, где я закончил на телефоне. Захожу на компьютер. Нажимаю кнопку синхронизацию. И с облака данные загружаются на компьютер. И два устройства, получается, компьютер и телефон, они коннектятся друг с другом. Получаются данные одни и те же. И там, и там. Поэтому очень важно зарегистрироваться, нажать кнопку синхронизации. И при каждом использовании программы, когда вы выходите из программы, очень важно. Когда вы заканчиваете работать на айфоне, пожалуйста, не забывайте синхронизировать. Там есть кнопка синхронизации, потому что иногда люди забывают. И у них нарушается немножко механизм работы. С анки возникает там проверьте базу данных. Что-то так не работает. И из-за того, что просто нарушается синхронизация. Чтобы этого не было, то, пожалуйста, в этом не забывайте нажимать. Значит, если вдруг возникает ошибка синхронизации, то она решается просто. Вот здесь заходите в настройки, дальше сеть, кнопка. И при следующей синхронизации перезаписать в одном направлении. И там очень важно будет нажать правильную кнопку, типа скачать с облака или загрузить на облако. Поэтому там будьте внимательны. Но это уже больше деталей, ребят. Не будем сильно много углубляться в это. Дальше, смотрите, у меня здесь есть уже несколько готовых колод, например. Я сейчас расскажу кратко про какие-то колоды, которые нас больше всего интересуют. Но в нашем гайде мы первую тему, которую предлагаем для изучения, это микробиология. И, по сути дела, в микробиологии вы смотрите вот такие вот мультики-скетчи. Я открыл на YouTube, это официальный канал. И вот здесь вот, видите, калипсилы, антробактер, срация. На скетчу лернинг это мультики ассоциативные. В гайде более подробно написано, что это такое. По сути дела, здесь на каждую бактерию есть какие-то свои ассоциации. Например, вот здесь, видите, он рисует таблетки. И подписано, что мульти-драг-резистент. То есть резистентность к большому количеству лекарств. Для вот этих бактерий это характерно. И, соответственно, это какие-то определенные факты, которые мы с вами должны выучить. Которые мы с вами должны знать. То есть мы проходим теорию, и мы должны запомнить вот эти факты. И когда мы посмотрим весь этот мультик до конца, вот так вот будет выглядеть этот мультик в самом конце. И вот здесь, видите, очень много фактов. И если мы говорим про микробиологию, то есть уже готовая колода, которую можно просто скачать. И вы посмотрели мультик, прочитали First Aid, и вы просто учите карточки из этой колоды готовой. Колода с карточками. Люди уже это сделали. Значит, что это за колода? Смотрите, вот есть наш телеграм-канал. Я тоже ссылочку прикреплю. И вот есть ссылочка на эту колоду. Скетч микробиологи. Ля-ля-ля, мы можем нажать Viewing Channel, открыть в Телеграме эту ссылку. И вот, видите, и расширение. Это готовая колода. То есть мы ее просто скачиваем, да? И у нее расширение APKG. Вот я ее скачал, например. Я ее открываю на компьютере. И она открывается в моей программе Anki. То есть вот эта колода. Она называется микробиология. И в ней уже лежат готовые карточки. Значит, как вообще посмотреть, что там находится? Я нажимаю на вот эту микробиологию. И нажимаю кнопочку список. И вот здесь, видите, открывается очень жуткая панель. В которой вообще все очень страшно. Но в целом, чем мы должны просто пользоваться? Вот, например, есть микробиология. Я нажимаю, видите, колоды. Микробиология. И вот здесь есть огромная куча, количество вот этих карточек. Показана дата, когда их создали. Мы можем нажать на карточку. Вот здесь будет вопрос-ответ и так далее. Но в целом здесь, видите, 1271 карточка по всей микробиологии. То есть, по сути дела, если вы выучите вот эти 1271 карточку, вы сможете ответить на большинство вопросов на экзамене по микробиологии. И особенность в том, что с помощью мультиков это крайне как бы легко просто запоминать. Значит, ну вот, вы скачали. Все, я вам немножко показал, как это все выглядит. Как пользоваться этой колодой? Вот вы ее установите. Будет выглядеть вот так вот. Будет показана микробиология. 100. Вы нажимаете вот здесь плюсик. У вас открывается вот такая вот панелька. Видите? Скетчи микро и скетчи фарм. Only микро. То есть, в микробиологии есть как бы сама микробиология, есть антибиотики, которые используются. И мы изучаем микробиологию с помощью ресурса скетча микро. То есть, это карточки, которые сделаны по мультикам. Например, вот мы нажимаем дальше плюсик. И мы с вами, я вам в примере показал клепсиелу. Нажимаем на бактерии. И вот здесь вот, над нам где-то с вами, видите, идут разделы 01, 02, 03. Соответственно, и также есть чек-лист. У нас на канале есть вот такой вот чек-лист по микробиологии. Сейчас я вам его тоже покажу. Вот здесь есть скетчи микро. И есть вот такие удобные чек-листы. И вот здесь, видите, идет как бы порядок. 1, 1, 1, 2, 1, 3. То есть, мы смотрим видео в таком порядке. И вот мы на примере смотрели видео 5.1, клепсиел, интервактор. Оно идет 7 минут, почти 8. И расходится вот здесь вот, 0,5, 5.1. То есть, мы посмотрели этот мультик, почитали материал FirstAid. И теперь заходим в нашу программу Anki. И в раздел 5. Вот у нас, видите, раздел 5. Нажимаем здесь плюсик. И вот наш мультик. 5.01, клепсиел. Нажимаем и нажимаем кнопку учить. И вот первый вопрос. Это именно по этому мультику. То есть, здесь не надо никуда идти в список. Ничего делать. Просто через колоды, через плюсики нажимайте и учите. Нажимайте кнопку учить. Вот ваш первый вопрос. Сначала очень важно. Мы должны подумать. Мы не должны прочитать и сразу нажать пробел. То есть, показать ответ. Вот здесь кнопочка. Мы так не делаем. Мы сначала должны вспомнить это. То есть, вы сидите и думаете. Вы активно вспоминаете эту информацию. Вот вы только что посмотрели мультик, да? Вы должны это вспомнить. И нажимайте. 4 признаки клепсиелы. Окей, вспомнили. Нажимайте пробел. И вот ответ. Ферментирует лактозу. Вот показано на мультике. Ферментирует лактозу. Дальше. Вызывает пневмонию и UTI. Вот здесь. Вызывает пневмонию и UTI. Следующий факт. Дальше. Группа, ты что сделаешь? Нозокаминальные инфекции. Вот следующий. Нозокаминальные инфекции. Потому что он в госпитале. И по сути дела, то есть вопрос-ответ. И внизу появляются 4 кнопочки. Видите? И мы говорили с вами интервальное повторение. То есть если вы нажмете кнопку снова, то есть вы нажимаете кнопку снова тогда, когда вы не знаете эту карточку. Вы ее не знаете, вы забыли, вы не можете на нее ответить. Нажимаете кнопку снова. Через 15 минут программа вам даст ее повторить еще раз. То есть через 15 минут сама программа скажет повторяйте. Если вы нажмете кнопку хорошо, то эта карточка, программа покажет вам ее завтра. Вы завтра ее повторите. И потом уже на хорошо будет не один день, а три дня. Потому что интервалы со временем увеличиваются. И таким образом вы сможете это все быстро забыли. Например, мы здесь нажмем кнопку снова. Следующий вопрос. Три характеристики энтеробактера. Опять грамм минус, лактоза, мотильная. То есть мотай, вы видите, здесь теродактиль. Энтеробактер как теродактиль. Вот. Значит, ну тут они даже нам подрисовали. Трицератопс, Клипсиела и так далее. Но тут нажимаем, например, кнопку хорошо. Четыре характеристики эссерации. Снова, например, Клипсиела. Снова. Значит, смотрите. Было семь карточек. Одну карточку. Давайте сейчас вот видите. Три и три. Я нажимаю кнопку хорошо. И теперь два и три. То есть карточки, которые мы нажимаем хорошо на следующий день. Все, они завтра нам покажутся. На три карточки я нажал кнопку 15 минут снова. И эти карточки, они становятся оранжевенькими. То есть вот эта цифра три, оранжевая или красная, она по-разному будет. Это значит, что эти карточки придут через 15 минут, и программа вам автоматически их покажет. Вот. Я сейчас поподробнее расскажу. Значит, в целом, какими кнопками пользоваться? Пользуйтесь первой кнопкой снова. Пользуйтесь кнопкой хорошо и кнопкой легко. Не стесняйтесь нажимать кнопку легко. Если это очевидный факт, нажимайте кнопку легко. Ничего страшного нет. Это, наоборот, хорошо. Если вы не знаете, давайте так вот. Если вы знаете 70% этой карточки, значит, можете нажать кнопку хорошо. Если меньше 70%, тогда нажимайте кнопку снова. Кнопку трудно, можете не нажимать. Не стесняйтесь эти карточки удалять. То есть вот здесь есть кнопка еще. Вы можете взять и удалить эту карточку. Да, если она вам не нравится. Если вы не можете ее выучить, не знаю, на пятый раз. Удалите ее или поменяйте как-нибудь. Значит, нажимаем колоды. И теперь смотрите про вот эти столбики. Теперь очень важно. Сейчас все внимание. Сфокусируйте. Это очень важно. Значит, смотрите. Из-за того, что карточек много, каждый день вы будете учить новые карточки. И их нужно повторять каждый день. То есть эту программу нужно делать каждый день. Потому что, вы видите, мы там нажали снова, например, или легко, или хорошо. И он показал через один день. То есть через один день вы повторите старые карточки и выучите новые карточки. И тут есть три столбика. Новые, изучаемые и к просмотру. Значит, главное правило. Новые карточки выучите по мере изучения материала. Например, вы сегодня посмотрели весь раздел 0.1. И вы выучили 71 карточку сегодня. Завтра программа вам даст их на повторение. Видите, сегодня я выучил 5 карточек. И завтра программа мне покажет 2 карточки, где я нажал кнопку, типа, хорошо, на один день. Так вот. И 3 карточки. Вот здесь она показывает. 3 карточки. Это те, которые она через 15 минут мне сейчас покажет. Так вот. Самое главное. Новые карточки по мере изучения материала. А вот эти два столбика, изучаемые и к просмотру. Тут будут зеленые карточки потом. Такое правило. Вот его лучше запомнить, записать. В конце дня столбики, изучаемые к просмотру, должны быть ноликами. Вот здесь количество карточек должно быть ноль. И вот здесь количество карточек должно быть ноль. Если у вас здесь скапливаются цифры, например, не знаю, 100 будет вот этих изучаемых, и к просмотру будет 200. И завтра у вас будет там 200 таких, 300 таких, это значит, что у вас карточный долг. Это значит, вы не повторяете алгоритм программы. Это значит, что вам нужно ликвидировать этот долг. То есть, особенность в том, что нужно каждый день заходить и повторять эти карточки. То есть, нажимаете вот сюда, нажимаете вот сюда, и нажимаете кнопку учить. И повторяете вот эти карточки. Если у вас скапливаются здесь цифры, это очень плохо. Они не должны скапливаться. В конце дня, каждого дня, здесь должны быть нули. Вот. Я надеюсь, вы меня поняли. Это очень важная информация. Пожалуйста, имейте это в виду. Есть уже готовые колоды. Да, помимо микробиологии, по всему Фюрстейду. То есть, вот эта книга, да, Фюрстейд, есть уже готовая колода. Я так вам скажу. Я в целом не очень люблю вот эти большие колоды. Я даже слайд подготовил для этого. Здесь написано. Такие есть готовые колоды Анки. Есть колоды Light, Year. И есть еще колоды Анкинг и так дальше. И так далее. Но в этих колодах очень много карточек. В гайде я более подробно про это написал. Почему я не советую пользоваться готовыми колодами, большими. Поэтому вы можете прочитать. Ну и на этом слайде. Я как бы предлагаю вам немножко другую альтернативу. Как пользоваться карточками. Как свои карточки создавать. Не то, что делать готовые. Значит, но вначале давайте я покажу, что я вам предлагаю. Значит, смотрите. У нас есть вот наша Анки программа. Здесь мы создаем вот эту колоду. Да, ну еще раз. Создать колоду и название сюда пишем. Я ее назвал Rx Amboss Uworld. Потому что я сюда буду добавлять свои карточки по Rx. По банку вопросов по Amboss и по Uworld. Значит, как мы здесь работаем. Я нажимаю в эту колоду. И здесь сейчас ничего нету в этой колоде. Ноль. Да, ничего нету. И как работать. Например. У меня есть этот. Usmly.rx. Да. Я захожу на сайт Usmly.rx. У меня есть мой аккаунт. Да, вот он. Usmly.rx. И здесь, смотрите. Вы можете сделать себе бесплатный пробный период на 5 дней. Тоже попробуйте это сделать. И это очень удобно. Значит, вот здесь есть кнопка Browse First State. Мы ее нажимаем. Смысл в том, что мы вот в этом сайте Usmly.rx. Да, есть уже готовые карточки. Анки. Да. И они на самом деле довольно-таки неплохие. Вот. Загрузился у нас First State. Смотрите. Мы заходим, например, в наш раздел Clinical. Ну, давайте мы вот по микробиологии уже готовые карточки. Поэтому свои не надо делать. Но, например, по иммунологии. Да, в гайде есть подробная информация. Например, мы с вами проходим тему клеточных компонентов. И мы дошли с вами, например, до что такое комплекс гистосовместимости. Да, вот открываем вот эту страничку. Это страничка 98 First State. Вот так вот она выглядит. Это здесь есть кнопочки. Есть кнопочка Cards. Есть кнопочка Cubank. Cubank – это вопросы, похожие на Usmly. Да, решать. А есть кнопочка Cards. Мы нажимаем кнопочку Cards. И у нас открываются вот эти вот карточки RX уже готовые. Да, вот они. То есть вот, соответственно, вопрос. После чего у нас смысл такого подхода? Вот если мы возьмем колоду уже готовую, анкинг или лайт-ир, да, то в этих колодах очень много карточек. И, по сути дела, вы учите как бы все подряд по этой теме. Ну, давайте я вам покажу просто, как работает колода лайт-ир, уже готовый колод. Вот, да, вот, например, мы можем скачать с вами колоду лайт-ир, да. Здесь, где ее качать, тоже есть ссылка. Вот, значит, я тоже ее вставлю. Infinity, лайт-ир. Ну, и этой колоде уже три года. Можете ее скачать. Вот я ее скачал. Она выглядит вот так. Здесь тоже есть иммунология и патология. Вот этот раздел. Но здесь нет такой удобной организации, что вы можете просто взять, нажать, да, хочу учить комплекс гистосовместимости. Здесь вы не можете просто это нажать, тут нет плюсиков, вы нажимаете и, по сути дела, учите всю иммунологию, всю патологию подряд. Значит, ну, как, соответственно, можно обойти эту проблему? Смотрите, нажимаем, то есть, как пользоваться, давайте покажу, как пользоваться этой колодой и почему я ее не совсем советую. Вот эти готовые большие колоды. Значит, есть такая кнопка метки, называется, вот здесь, метки. И в этой колодой следующий, то есть у каждой карточки есть как бы своя бирка, метка, да. И вот есть метка, она называется группа меток BAB. Если мы нажмем BAB, всего, вот всего в Light Ear, нажал Light Ear, всего здесь 26 тысяч карточек. Это очень много. Это прям очень-очень много. И, значит, сколько, ну, вот если я, например, хочу найти карточки по, не знаю, вот этому MHC комплексу, да, который только что в этом нашел. Я захожу вот в этот тег BAB, метка, захожу в BAB. Здесь я, значит, захожу в, где тут, Immunology, надо тут еще найти, да, постараться вот на Immunology. И видите, здесь вообще вот есть Basic, например, да, тут не видно, где эта тема. Clinical тоже не особо понятно, да. Она, ну, вот так, на первый взгляд, у меня не особо получается найти эти MHC structures комплексы. Значит, что в таком случае я могу делать? Я могу и видеть, я нажимаю, вот, например, B-Cells, и вот тут появляется огромное количество карточек в этом поле. Да, вот так выглядит, и здесь 94 карточки по B-Cells, да, здесь 47 карточек по вот этой теме и INS. Значит, ну, я могу, окей, вот здесь написать в поиске карточку MHC. И, видите, у меня открывается вот такая панель, то есть вот здесь я написал MHC. Это все карточки, в которых когда-то встречается слово MHC. И, видите, они находятся в разделе Light Ear, Infinity, Immunology, Pathology, и тег у них Basic B-Cells. Тут тег написан Basic B-Cells. То есть, по сути дела, я могу вручную вот так искать эти карточки и их учить. И, во-первых, пока вы их найдете, вот сколько у вас уйдет времени, и они все в разных тегах, innate, это не совсем удобно. И тут карточки, они немножко старенькие, не вы их делали, да, и в чем здесь проблема? Вот, например, по теме MHC, ну, видите, здесь, в принципе, мы нашли с вами 62 карточки. Надо ли вам учить все эти карточки, да, по MHC? Или не надо их все учить? Мне кажется, что вам не нужно учить все карточки, которые есть в этой коллодии Light Ear по MHC. Потому что, когда вы проходите первый раз материал, например, вот здесь вот, что удобно в RX, на карточках, вы прошли вот этот материал, да, вы посмотрели видео, так, Bootcamp, например, вы прочитали страничку FirstAid, да, вот эту вот страничку про MHC. И вы, скорее всего, сразу же поймете, и, скорее всего, вы запомните, ну, примерно половину этой информации, вы будете в ней ориентироваться, или вы сможете ее логическим путем вывести. Поэтому надо ли учить те факты, которые вы понимаете и знаете в текущий момент в уже готовых коллодиях? Я думаю, не надо, да, вы просто должны понять, знаете ли и не знаете эти факты. И тем образом можно тогда вот решить проблему с этими коллодами большими, которые уже готовы в IP, ранкинг и так далее. Да, как я предлагаю это делать. Вы нажимаете просто здесь кнопку Cards, и вы видите вот эти вот вопросы. Вот у нас, например, первый вопрос, да, мы знаем ответ. Вот вы переворачиваете этот вопрос, отвечаете, вы знаете этот факт, нажимаете кнопку OK. Вот второй. И, например, вот этот вопрос вы не знаете. И нам нужно, из-за того, что здесь нет интервального повторения, нам нужно карточку отсюда перенести к себе в Anki, в нашу колоду Anki, чтобы она была по интервальному повторению. И таким образом, смотрите, вы не переносите все подряд, вы не учите все подряд, вы учите только то и переносите, где вы ошибаетесь после текущего просмотра материала. То есть вы, например, из вот этих вот 15-14 карточек, которые здесь есть, да, ну не смогли ответить на 5. И вот эти 5 вы переносите. А, ну, некоторые ребят спрашивают, ну а что типа с остальными делать? Я вот, ну, у меня такой страх, что, например, я забуду все карточки, да, забуду все факты. Я вот сейчас, в момент прохождения материала их помню, а потом я их типа забуду, да. На самом деле, ребят, я думаю, не стоит здесь бояться, потому что дело в том, что мы еще по вопросам будем делать карточки. Если вы в вопросе вот уже ошибетесь, да, тогда вы по вопросу сделаете карточку и как бы повторите этот материал. То есть я не думаю, что надо идти вот прям все вот здесь вот учить. То есть мы еще будем повторять этот материал, и если вот вы в нем ошибетесь в вопросе, тогда вы добавите все-таки эту карточку. И как я переношу вот эти карточки, да, то есть потом, после микробиологии, мы начинаем с вами проходить иммунологию. И если кратко суммировать, по иммунологии я не советую вам пользоваться готовыми карточками Infinity или там Unking, да, Light Ear или Unking. Я советую вам делать вот такой метод. Вы открываете вот эту кнопку BrowserState, открываете страницу, которую вы прошли, и вот эти карточки отвечаете. Если вы ошибаетесь на карточку, например, вот эту карточку вы ошиблись, и вы не смогли на нее ответить, да, вам нужно просто ее перенести к себе в вашу колоду Anki. Как вы это делаете? Значит, вот наша программа Anki, да, вот наша колода, которую мы с вами создавали, RX Amboss, мы нажимаете на нее, нажимаете кнопку вот здесь добавить, и у вас открывается вот такое поле, да, вот здесь вы нажимаете, выбираете Basic, ну да, например, просто вот давайте Basic и все. Значит, здесь появляется Front и Back. По сути дела, то есть вот он Front с этой стороны, да, вот он Back с этой стороны. И вы берете и заходите вот сюда вот, и просто, по сути дела, копируете этот текст. Я люблю делать Print Screen, то есть нажимаю сочетание клавиш Command-Pontal Shift-4 на MacBook. На Windows тоже можно нажать три кнопки, вот, и сделать скриншот выбранного поля. Я делаю скриншот, и вот это Command-V сюда вставляю. Вот у меня первый вопрос, да, видите, я быстро это очень делаю. И я переворачиваю вот эту карточку, и вот он, по сути дела, ответ. Я тоже его копирую и вставляю вот сюда. Все, моя карточка готова, вот она будет выглядеть вот так. Еще я люблю вставлять сюда скриншоты из First State, то есть я тоже так беру First State, и вот сюда вот его вставляю. И получается вот такая карточка, я нажимаю кнопку добавить и закрыть. И вот здесь, видите, у меня такая новая карточка одна, я нажимаю кнопку учить, вот она карточка. Я просто скопировал из RX этот факт, но именно этот факт я не смог ответить, именно его я не знаю, именно его мне надо выучить. И все, и вот он ответ, вопрос, ответ, нажимаю хорошо и учу. Дальше, соответственно, я могу то же самое и другие карточки вносить. То есть вот следующую, например, тоже ее добавить, нажимаю и все. Значит, некоторые карточки в RX, они немножко странные. Вы можете их либо по-своему делать, либо делать свои карточки уже по First State. Да, но в целом большая часть карточек в RX, они нормальные, ну и плюс они как бы современные. То есть их, во-первых, не так много, они актуальные. И вы можете сами здесь вот чисто по той странице отдифференцировать то, что вам надо знать, то, что вы хорошо знаете и то, что плохо знаете. И сразу добавить к себе это быстро. Видите, у меня 10 секунд ушло, чтобы карточку сделать, чтобы ее перенести к себе и выучить. Вот, это по поводу RX. То есть я советую именно вот такой способ, вот так учить карточки. Через Browse First State по выбранным страницам переносить карточки к себе в колоб. Вот таким образом вы, ну, очень много времени своего будете экономить. Вот, но вдруг, если вам эта идея не нравится, как пользоваться готовыми колодами? Значит, смотрите, для того, чтобы пользоваться готовыми колодами, например, как пользоваться колодой Light Ear Infinity? Да, как ее настроить? Смотрите, для того, чтобы ей пользоваться, давайте немножко не ускориться, нажимаете на Light Ear, нажимаете кнопку список, значит, здесь нажимаете Light Ear Infinity, здесь видите 25 тысяч карточек, вам нужно выбрать все вот эти карточки, которые есть. На макбуке я нажимаю Command A, сочетание клавиш, и у меня выбраны все вот эти карточки, я их все выбрал, видите, выбрано 25 тысяч. Нажимаю право кнопкой мыши и кнопку исключить-включить. Теперь эти карточки, они, видите, стали желтенькими, да, то есть мы их исключили, как будто бы программа Anki их забыла, то есть, видите, там было 100 карточек, сейчас стало 0, то есть программа Anki их не видит, мы их исключили, то есть сейчас здесь вообще нет карточек. И, по сути дела, все, теперь вот это надо сделать один раз, и все, больше этого делать не надо, вот так вот, исключить все карточки. И теперь как пользоваться, вот, например, вы прошли какую-то тему, да, и как учить карточки именно по вашей теме в этих колодах Lightyear, Infinity, нажимаете кнопку список еще раз, и вот я вам уже показывал, здесь есть метки, да, заходите в метки, например, вы изучаете, не знаю, клеточную биологию, да, молекулярную биологию, клеточная биология, и проходили соединительную ткань, то есть заходите в тег BAB, здесь несколько тегов, есть FAD тег, есть тег PATOM, а тут в основном патология, FAD это карточки по first aid, но самый основной тег он BAB, да, здесь, видите, 15 тысяч карточек в BAB, в FAD 1000 карточек, в PATOM 2000 карточек и так далее, то есть придется немножко запариться, чтобы еще найти нужные вам карточки, но в целом в BAB основная часть карточек, BAB это Bords and Beyond лекции, опять же, я не думаю, что Bords and Beyond лучше, это не основной источник, то есть это лекции для подготовки, но я думаю, что лекции буткэмп лучше, в гайде мы про это написали, значит, здесь есть, вот нажимаете Cell, нажимаете Connective, и вот здесь будут карточки, например, по клеточной биологии, 80, 92 карточки, и это карточки по соединительной ткани, first aid, вот вы, например, посмотрели все про соединительную ткань, про эти болезни, да, и как вам вот эти карточки выучить по этой теме, вот здесь мы нажимаем на Connective, видите, здесь 92 карточки, например, мы выбираем с вами первые, вот мы смотрим, да, какие типа аминокислоты входят в коллаген и так далее, вот эти карточки, и как мы пользуемся, мы берем, выбираем здесь, например, вот эти вот 10 карточек, и чтобы их учить, вот именно по этой теме, да, нам нужно зайти в тег, вот по тегу мы их находим, и вы нажимаете правой кнопкой мыши и нажимаете кнопку исключить-включить, то есть видите, желтые карточки, их нету, они исключены, но мы включаем те карточки, которые мы хотим учить, то есть вот я их включил, и все, теперь программа знает, что они существуют, и теперь вы можете их учить, 10 карточек я включил, и теперь видите, в LightEar у нас 10 карточек, я нажимаю и нажимаю кнопку учить, да, и вот у нас вопросы здесь по коллагену, да, первый вопрос, второй вопрос, третий вопрос по коллагену и так далее, то есть это вопросы по коллагену, вот, хорошие ли это карточки, нету, ну, нормальные карточки, но опять же, их очень много, ребят, их очень много, я не думаю, что это хороший способ обучения, лучше все-таки решать больше вопросов, на самом деле, чем сидеть карточки, учить каждый день, как показывает практика, но таким образом вы можете открывать просто карточки по нужной вам теме, таким образом можно пользоваться LightEar, но опять же, я не совсем советую им пользоваться, я считаю, что лучше всего делать свои карточки, как я показал, из RX, и делать свои карточки по вопросам, по вопросам Uworld, по вопросам RX, по вопросам Ambos. Теперь смотрите, последний раздел, давайте минут 10, я вам расскажу, как делать свои карточки по Uworld, например, по банкам, по вопросам, по вопросам, и чем отличается хорошая карточка от плохой. Например, вот здесь я, у меня одна большая колода для всех моих карточек, то есть я ее не делю на много других, вот колода называется RX, Ambos Uworld, и туда я все буду отправлять, все закидывать в эту колоду. Здесь я нажимаю кнопку добавить, и, например, как создавать карточки. Да, вот у меня есть вопрос, да, вот он вопрос, то есть какой из следующих процедур нужно нам провести для того, чтобы выявить патоген, который ответственный за инфекцию пациента, и смотрим варианты ответа. То есть я сначала читаю последнее предложение, чтобы понять, что они от меня хотят всегда. Культуры, функция, биопсия, мюкозал, офтальмоскопия, сирологический тест или гиперчувствительность теста. Окей, я понял, то есть мне нужно найти какой-то тест, что я считаю сам вопрос, да. Окей, если вы проходите микробиологию, скорее всего, вы уже увидели здесь ключевые слова, которые нам нужно с вами знать, да, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, то есть мы видим, что здесь есть кетоны, да, давайте, если я вот так вам порисую, здесь есть кетоны, здесь очень низкий PH, здесь есть потеря веса у пациента, здесь есть вот это вот ключевое слово, на самом деле, black, necrotic, ash, car, да, в носовой полости. И при комбинации вот этих вот, ну и еще сухие мембраны, да, которые нам тоже здесь могут давать подсказку. Где у нас прям, да, extremely dry. Вот, значит, и все это дело приводит нас к диагнозу, да, мы здесь ставим диагноз мукормикоз, да, это фунгальная инфекция, мукормикоз, вот, и которая вызывается мукором или ризофусом. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, правильно, мы должны выбрать ответ C, mucosal biopsy. Вот, значит, например, да, вот есть объяснение к этому вопросу, видите, оно довольно-таки большое, да, здесь есть educational objective, здесь есть огромное количество базового текста. О том, как работать с вопросами, мы в гайде подробно рассказали, как их разбирать, что сначала читать, что потом читать и так далее, да. Здесь также есть картинки, вот он мукормикоз при биопсии, здесь есть аспиргилез при биопсии. И, например, да, мы с вами не знали, как ответить на этот вопрос, да, мы не смогли поставить диагноз, то есть мы не поняли, что это мукормикоз, и нам нужно сделать карточку по этому вопросу. Значит, как делать карточку? Давайте посмотрим. Значит, вот у меня есть текст. Некоторые ребята просто берут вот так вот, бац, не знаю, просто вот это копируют, вот так получается, давайте я себя спрячу. То есть пример, давайте так, плохой карточки. Просто наберем вот это вот, все вот так копируем, вставляем банки, да, и вот здесь мы, не знаю, в educational objective вставляем сам ответ. Ну, в ответ вставляем educational objective, вот так. И вот это пример, ну, то есть как будет выглядеть эта карточка, да. То есть она будет выглядеть вот так. Так, вот вопрос, я нажимаю вот ответ. Да, это, нет, не надо так делать карточки. Ребят, хорошая карточка, это та карточка, на которую можно ответить, ну, секунд за 10, за 15, то есть там один маленький факт, одно предложение. И там будет именно то, что вы не знаете, именно тот факт, который вам нужно заполнить без всякой лишней и дополнительной информации. Поэтому такие карточки мы не делаем, да. Какие мы делаем карточки, давайте посмотрим. Значит, например, мы не смогли с вами поставить диагноз, да. Мы не смогли поставить диагноз. Значит, нам нужно клинику, да, с вами запомнить мукормикоза и находить его в вопросах. Мы берем вот этот вопрос, да, например, давайте, вот я обычно люблю копировать educational objective, я его вот так копирую и сюда вставляю. Значит, для нашего диагноза, да, вот по сути дела, видите, первое предложение в educational objective, это и есть диагноз. Я его вот так беру и пишу facial pain плюс headache, да, плюс вот этот black necrotic ash car в nasal cavity. Пациент без, можно здесь аббревиатуру сделать. И вот здесь, ну, то есть я убираю прям кучу лишней информации, вот так. Видите, я очень сильно убрал много информации, я здесь ставлю вопрос равно. И, по сути дела, да, получилась у меня вот такая вот карточка, да, в ответе я ставлю мукормикоз. Вот такая карточка, да, то есть здесь клиника, то, что нам нужно увидеть в вопросе для того, чтобы ответить, клиника сама, да, и вот это будет вопрос, и вот будет ответ. Да, еще, на самом деле, я люблю вставлять first aid в карточки, да, потому что мне важно, чтобы я помнил странички first aid, да, где это все находится, вот, и так далее. Поэтому я люблю добавлять туда картинки из first aid, и я просто открываю вот так first aid, и, например, беру вот этот текст, тоже копирую, и вот сюда вставляю. Но это просто как дополнительная информация, да, и получается вот такая карточка. Теперь давайте мы на нее посмотрим, как она выглядит, да, вот, нажимаем учить, и вот, видите, здесь маленький вопросик. Клиника мукормикоза, да, ну, то есть, вот тут, конечно, немножко я полернул ответ сразу, давайте вот это уберем, вот так. Так, и получается вот такая карточка. Видите, три клинических проявления, четыре, и равно вопрос. Можно, ну, тут понятно, что диагноз, ну, можно в скобочке вот здесь написать диагноз, здесь типа вопрос, да, и вот ответ. И вот картиночка, вот эта хорошая карточка, на нее можно быстро ответить, она ликвидирует ваше слабое место, и все. Дальше. Например, вы, может быть, узнали диагноз, но выбрали ответ неправильный, да, вы, например, ответили здесь, не знаю, афтальмоскопию. Так вот, афтальмоскопия подходит у нас под кандиду, да, кандида инфекшн, мы тоже можем взять этот текст вот сюда скопировать. Если что, с U-World текст можно тоже копировать, есть специальное расширение для браузера. В гайде, я надеюсь, тоже про это есть информация. Но, например, вам нужно поставить диагноз, да, и вот здесь, видите, написано гистологию, ну, то есть нужно сделать гистологию, и то, что будет показано на гистологии, я тоже это копирую, то есть это тот факт, который нам нужно запомнить для этого вопроса. И, в принципе, можно сделать такую карточку, да, вот так я это тоже скопирую. Мукозал биопсия, necessary for diagnosis. Можно здесь просто вот так это убрать и сделать такое вопрос, что как бы важно для диагноза мукормикозис, да, типа вот, не знаю, is necessary for diagnosis for, ну, извините меня за мой английский, я еще не эксперт, и здесь мы просто пишем, да, для мукормикоза. И все, вот, по сути дела, вопрос, и вот будет ответ, да, гистологический экзаменейшн, да, и, наверное, necessary for, мы поставим confirm, вот так вот, да, и здесь мы это удаляем, и вот здесь будет ответ, и видите, написано, фунги шел ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, то есть это будет именно, что конкретно будет показано, и вот здесь есть картинка, которую в его роллдине показывают фунги, да, и вот будет сама картинка, мукормикоз, мы тоже берем вот это, копируем, и, по сути дела, вставляем вот сюда. Про офтальмоскопию скандида, смотрите, можно это тоже туда сразу добавить, ну, то есть это ваша ошибка, мы тоже, по сути дела, должны ее запомнить, поэтому я тоже ошибки выделяю, я себя обычно красненьким, где я ошибаюсь, можно ли это сделать отдельную карточку, да, если это очень важный факт. И сама картиночка, да, я тоже ее вставил, получается вот такая вот карточка у меня, да, давайте посмотрим, как она уже будет выглядеть, да, что важно для подтверждения диагноза мукормикоз, да, и вот ответ, гистологическая экзаменайша, да, а что он будет показывать, и вот картинка, да, самое главное, что углы, да, будут right angle, то есть прямые углы под 90 градусов, опять же, можно ферстейк сюда еще вставить. Вот я вам сделал две карточки по вопросу, чем больше карточек вы будете делать по вопросу New World и RX и Ambos, тем, во-первых, вы когда делаете, видите, вы, это сложно, надо к этому привыкнуть, это тяжело делать, но вы привыкнете, и надо стараться это делать, потому что, видите, вы таким образом, когда вы создаете карточки, вы прям прорабатываете этот вопрос, то есть вы читаете все, что здесь есть, вы берете, вы этот текст тоже подчеркиваете, да, вы смотрите на него, вы читаете очень внимательно самообъяснение к вопросу, вы читаете неверные ответы, да, и вы думаете о том, что же вам надо запомнить, и потом с помощью программы Anki вы будете видеть вот этот факт несколько раз повторять, и поэтому вы его запомните, да. Поэтому, ребят, очень вам советую делать карточки Anki по вопросам, вот, меньше текста, быстрее отвечайте и ликвидируйте свои слабые места, и все. Вот, это, в принципе, про то, как создавать вопросы, ну, если все суммировать. Во-первых, спасибо всем за внимание, что вы послушали эту лекцию, чуть-чуть я ее растянул, наверное, но я постарался, значит, уложить и рассказать все самое главное. Короче, Anki программа важная, важно ее делать, чтобы помнить, экзамен, долгих экзаменов готовится, почти год, да, нужно держать огромное количество информации в голове. Чтобы это делать, есть программа Anki. Anki – это программа на интервальном повторении, да, и лучше делать свои карточки. Я вам показал способ, как делать карточки. Из RX переносить карточки в Anki. Преимущество в том, что карточек будет меньше, карточки будут только по вашим слабым местам, только то, что вы не знаете, да, и вы делаете карточки по вопросам. То есть вы не будете тратить очень много времени на повторение этих карточек, то есть сидеть, учить вот эти вот 26 тысяч карточек готовых в колодах Lightyear и так далее. Вы просто будете делать карточки RX по своим слабым местам. И делать обязательно, я вам показал, как делать карточки, как настраивать программу и так далее, да, и как делать карточки по Uworld, то есть чем отличается хорошая карточка, чем отличается она от плохой карточки. Значит, всем спасибо, ребят, за внимание. Вот, если будут какие-то вопросы, да, пишите в комментариях, я на них отвечу. Пишите в Телеграме, не стесняйтесь. Все сделаем, все поможем, все разберем. Поэтому всем большое спасибо за внимание. Все. Всем счастливо, всем пока.